Всем привет дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу как пройти рафт, или же просто этапы прохождения этой игры. Чтобы когда вы ее проходили, вы понимали что там да и как делать. Я желаю вам приятного просмотра. В самом начале игры вы находитесь абсолютно один в открытом океане. Вашим другом является ваш крюк, а противником акула. Но кроме этого по течению рядом с вами будут спавниться небольшие острова, на которых вы можете найти дерево и полезные вам ресурсы. Данный этап игры самый сложный, так как начать игру и не забросить ее прохождение достаточно сложно. Закончим вы даже не на том, что создадите радиоприемник, который будет ловить сигнал с больших островов. Следующим этапом игры является радиовышка, которую вы должны были найти при помощи радиоприемника. Отсюда и начинается сюжетная часть. Вы находите различные материалы на этой радиовышке, сюжетные тексты и самое главное находятся координаты следующего большого острова. Координаты, если что, это любые четыре цифры, которые вы должны вписать в приемник, когда их нашли. Следующим этапом игры является остров под названием Васагатан. Здесь вы просто по ходу разбираетесь, убиваете мутирующих крыс. Но если самой главной вашей целью, это является создание бомбы на последний этаж, где вы найдете как раз таки код от следующего этапа. Важно! Следующий координат находится против течения. Для этого вам придется сделать мотор, чертеж которого вы нашли на лайнере. Следующая часть нашего прохождения это остров Бальбоа. Довольно сложное испытание, но также оно не менее интересное. Здесь будут спальниться огромные медведи, которых вы будете убивать не менее чем за пять ударов обычным каменным копьем. Также здесь есть очень полезная вещь. Это пчелиное поле, на котором есть пчелиные соты. Вы должны добывать, потом создавать из них мед и позже я расскажу для чего вам нужен будет этот мед. Ну и самое главное, что вы должны сделать на острове Бальбоа, это активировать три релейные станции, которые находятся в разных частях острова. Благодаря чему вы потом получите записку со следующими координатами. Помните, я говорил, что нужно собирать мед? Так вот он нужен для того, чтобы создать биотопливный бак, благодаря которого вы не будете тратить свое дерево на питание мотора. На этом вы прошли первую часть игры. После этого у вас на радаре будут спавниться большие острова с животными, огромным количеством деревьев, а также очень полезным лутом. При помощи ситкомета вы сможете ловить животных, обитающих на данных островах, после чего приручать их к себе и добывать с них полезные материалы. Позже для вас откроются такие вещи, как краска, рюкзак и различные одежды. Кроме больших островов вам будут на пути спавниться острова выживальщиков. Это обычно небольшие острова с каменным основанием и флагом HELP. На этом вы, считай, прошли рафт, но по крайней мере 11-ю версию этой игры. Ведь в обновлении 12-м они собираются кардинально изменить игру, добавить к следующим испытаниям это караванный городок. Вот так вот он примерно выглядит. Ну а я надеюсь, что вам понравился мой ролик. Вы поставите свой лайк и подпишитесь на канал. Ну а с вами был я, Мозус, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok